МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей кричал, вы кричите! За что вы со мной так? Хорошо, Иванна. Значит, по-хорошему ты не хочешь. Вспомнила. Дядя Артур полгода назад купил виллу на Балканах. Возможно, он там. Адрес? Я вам дам, а вы сообщите ему обо мне. Ты мне условия будешь ставить? Нет. Я просто уже устала находиться здесь. А когда ты в шприц яд набирала, ты себя хорошо чувствовала? Адрес! Он в телефоне, но телефон, наверное, уже разрядился. Ничего, зарядим. Как он там записан? В заметках. Там дядя. Петр Ильич, умоляю вас, сообщите дяде, что меня в тюрьму посадили. Ивана, ты сама себя сюда посадила. Покушение на жизнь человека – это очень серьезно. И ты ответишь по полной программе. Это я тебе обещаю. Ну что? Слушай, не суетись, фраер. Есть новости. Значит так, не засветилась нигде твоя мунаша, глухо. Что, вообще никаких следов? Погадуйся. Значит, жива твоя мунас. Я вас прошу, продолжайте поиски. Я заплачу вот. Найдем. Не дергайся. Тебе нравится имя Светлана? Мне нравится имя Вячеслава. Ну, Артур, мне же серьезно. Ведь не нужно дочку назвать Вячеславом. Да, конечно. Девочке будет сложно бегать с таким именем. Может, лучше Сергей. Ну, прекрати. А как тебе имя Машенька? Машенька. Ну, хорошо. Неплохо. Мария Артуровна. Звучит. Звучит. Ну, мы еще подумаем, да? Да, мы подумаем. У нас много времени? Ну, не так уж у нас его много. Ничего, ничего. Походит пока пару лет без имени. Знаешь, хорошо, что я съездила где-нибудь в Америку. Я после этой поездки поняла, как сильно я тебя люблю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Петлевич. Что? Адрес Артура? Да, сейчас. Так, диктуйте. Записываю. Да, понял. Поставлена дополнительная камера наблюдения. В саду и возле бассейна. Инструктаж охраны проводится каждый день в 8 часов утра. Для работы в ночную смену взял еще двоих людей. Откуда? Агентство Омега. Запомните сами и передайте своим людям, что вилла есть объект информационного вакуума. Ваша задача обеспечить максимальную изоляцию от внешнего мира, чтобы ни мышь, ни птица с хозяйкой разговора не вступать, на вопросы не отвечать. Задача ясна? Так точно. Прекрасно. Вопросы? Хозяйка иногда просится в магазин. Ну, а что? Некому уже сходить в магазин? Она хотела пряжу посмотреть и что-нибудь для ребеночка. Ну, хорошо. только в вашем сопровождении и смотрите, чтобы никаких контактов. Добрый день. Добрый день. А страсти нам сейчас не нужны. Ты так заботишься обо мне? Спасибо. Алло. Андрюх, привет. У меня есть адрес Артур, я к нему улетаю. Максим, я лечу с тобой, буду готов через 20 минут. Нет, не нужно. Оставайся здесь, твоя ответственность, это Катя и дочь. А пока Лариса на свободе, их нельзя оставлять одних. Настя, на ловца и зверь бежит. Присядьте. Ну, Коля, так меня еще никто не называл. Простите, просто эта присказка такая. Я думал о вас. На предмет чего? А на предмет того, не сходить ли нам сегодня с вами в ресторан. А в честь чего мы пойдем с вами в ресторан? А во вашу честь, несравненная Анастасия Аркадьевна. Что скажете? Наташа! Наташа! Подождите здесь. Наташа! Подожди! Вот ты, значит, где. Наконец-то. Ты ждешь ребенка? Простите, но я вас не знаю. Подожди, может, объяснишь, что происходит? Каталья Ивановна, пойдемте. Сейчас охрану позвоню, этого человека отсюда уберут. Оставьте меня в покое. Я сама в состоянии решать свои проблемы. Наташа, мы можем поговорить без посторонних? Если вы настаиваете, давайте поговорим. Вам категорически запрещено разговаривать с посторонними людьми. Грета, вашего мнения никто не спрашивал. Ну что ж, я немедленно сообщу Артуру Игоревичу. Я вас слушаю, только скорее. Наташа, может, объяснишь, почему ты здесь? Что ты здесь делаешь? А где я, по-вашему, должна быть? Я здесь живу. Подожди, а как же я? Наш брак, наша любовь. Брак? Ну, я замужем, я люблю своего мужа, я с ним счастлива. Это его ребенок? Что за нелепый вопрос? Артур Игоревич, там с Натальей Ивановной заговорил в саду незнакомый мужчина. Как? Зачем его оставила? Что ты наделала, дура? Наташа, опомнись. Посмотри на меня. Это ведь я. Наташа, это я. Я люблю тебя, Наташа. Я люблю тебя. Берите руки. Берите руки. Берите руки. Максим. Кто такой Максим? Наташа, что происходит? Кто это был? С тобой все в порядке? Я все прошу. Ко мне подошел какой-то мужчина, говорит, Максим его зовут. А ты его видела раньше? Нет, первый раз вижу. Я прошу тебя, будь поосмотрительней. Вокруг столько неадекватных людей, не заставляй меня волноваться. Не буду. Скажи, какое было у меня прошлое? Светлым и безоблачным. Идем домой. Пошли, 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 пошли. Грета, вы нарушили мое распоряжение. И если вы думаете, что вы отделаетесь простым увольнением, то сильно ошибаетесь. Артур, Игорь… Кому я говорил, что вся ответственность на вас? Мои бойцы подумали, что… Бойцы! Да идиоты, не бойцы! Значит так. Установите за ним наружное наблюдение. Если он сам не уберется, помочь ему покинуть страну. Я думаю, мне нет никакой надобности учить вас, как это делается! Уже занимаемся. Занимаемся? Удвоить охрану объекта! Ты так кричал? Что-то случилось? Случилось. Идите. И если мои распоряжения не будут выполнены, я оторву вам головы. Вот сюда. Что случилось? Максим нечаян. Объявился. Нашли, значит. Она с ним говорила? Да. Она его узнала? Нет. Разговаривала, как с незнакомым. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лариса. Нам нужно с тобой встретиться. Я должен тебя увидеть. Как можно скорее. Очень тебя прошу. Наташ. Может, объяснишь, почему ты здесь? Что ты здесь делаешь? А где я, по-вашему, должна быть? Я здесь живу. Подожди, а как же я? Наш брак, наша любовь. Брак? Ну, я замужем, я люблю своего мужа, я с ним счастлива. Это его ребенок? Что за нелепый вопрос? Наташа, помните? Посмотри на меня. Это ведь я. Наташа, это я. Я люблю тебя, Наташа. Я люблю тебя. Берите руки. Берите руки. Семен, ты вот что, теперь вот так будешь тренироваться? Да. Уже занимаюсь. Семен Кузьмич, а я против этого. Да, и я тоже. Так, девушки, главное, что я за. Понятно? Семен Кузьмич, давайте вернем этот тренажер в магазин, пока не поздно. Что значит «пока не поздно»? На что ты намекаешь? Я сейчас Тимофееву позвоню. Ух ты, боже мой, испугала. На Тимофеева она позвонит. Звони. Алло, здравствуйте, доктор. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что, как? Дошел? Дошел. Ой, Господи, слава Богу. Слава Богу, Наташа жива, значит. Все хорошо. Да, она жива и здорова. Замужем за Артуром и ждет от него ребенка. Максим, это твой ребенок. Просто Наташа просила тебе не говорить. Да? Ты ничего не путаешь? Она мне сама сказала, что это его ребенок, и она его жена. Как это? Жена Артура? Она что, с ума сошла? Не знаю. Наверное. Бред какой-то. Да ну, не может этого быть. Ну, так. Здесь какое-то недоразумение. Все, завтра утром летим к нам. Я сейчас же заказываю билеты. Так, Рит. Не надо ничего заказывать. Наташа счастлива, она сама об этом мне сказала. Если бы она хотела нас увидеть, давно бы уже объявилась. Да ну, Максим, не верю я в это. Я не верю, что Наташа сама по собственной воле вышла замуж за него. Да, но Наташа не любит Артура. Да, может быть, не любила. А теперь любит. Ладно, не хочу о ней вообще говорить. Все, счастливо. Спасибо вам, доктор. Спасибо. Все? Давайте, вставайте. Вставайте. Вот Тимофеев категорически запретил без него подходить к тренажеру. Семен, тебе лекарства пора принимать. Так, значит так. Тихо. Я сейчас пойду на кухню. И там буду пить свое фирменное лекарство. Коньяк с чаем. Чай с коньяком. Нет коньяк с чаем. Раскудахтались. Я так хочу тебя свозить в Барселону. Чтобы ты увидела всю эту красоту. Гауди, Дали, Саграда, Фамилия. Интересно. А я была там в прошлой жизни? Дорогая. Ой. Что? Кажется, началось. Ай-ай. Подожди. Осторожно. Надо ехать. Ай-ай-ай. Сейчас. Секундочку. Я предлагаю выпить за нас. У тебя нет настроения? Что-нибудь случилось? Нет-нет, все в порядке. Лариса, я же вижу, ты расстроена. Постоянно о чем-то думаешь. И мысли у тебя нерадостные. Тебе показалось. Давай увидим. Что тебя здесь держит? Ничего. Так в чем же дело? Я сделаю все для того, чтобы ты была счастливой. Я люблю тебя. Посмотри на это. А что это? Это купчая на дом. Дом? Да. Красивый дом. В маленькой стране, на берегу теплого моря. Это наш дом. Спасибо тебе. Спасибо. Душься. Да-да-да-да-да-да-да. Так хорошо, молодец. Давай еще чуть-чуть. Это трудная работа, но мы с тобой и сделаем. Да-да-да. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Еще давай. Давай-давай. Молодец. Вот он. Мальчик. Настоящий богатырь. Да-да-да, дыши. Дыши. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да. Давайте попробуем еще раз. Еще чуть-чуть недолго. Это трудная работа, но мы с тобой сделаем ее. Давай. Молодец. Закройся ты мое. Давай еще немножечко. Давай, дыши, дыши. Дыши. Ай, молодец. Давай. Так. Мне так нравится, когда вы про Африку рассказываете. Это какой-то совершенно другой мир. Да, знаете, пожив там на ноги вечер, начинаешь смотреть совершенно иначе. А с каким ладом этаж? Две планеты с океанами и реками. И морями, в которых хочется утонуть. Сынок, сынок, привет. Привет. Поздравляю. У вас прекрасная девочка. Наш трудолюбивый папа сидит, пишет диплом. Да уж. Что есть, то есть. Только что-то не пишется он вовсе. Ты о маме думаешь, да? Хочется самому туда поехать. Разыскать этот дом, увидеть ее. Я тебя понимаю. Отпустишь? Я очень боюсь оставаться одна. Я не за себя боюсь, я за Наташеньку переживаю. Мать может быть где-то рядом, от нее можно ожидать всего чего угодно. Да. Ты права. Наталья Ивановна жива и здорова. Это главное. Ты обязательно туда поедешь, просто немножко попозже, хорошо? Да-да. Марат Григорьевич, извините, пожалуйста, я к вам. Можно? Присаживайтесь, Анна Петровна. Смотрю, чем-то взволнованный. Да. Может, водички? Нет, не надо. Ну, рассказывайте, что вас беспокоит? Беспокоит меня Наташа. И Максим. А теперь поподробнее. Так вот, теперь вы мне, доктор, скажите, скажите, как доктор, что должно случиться с мозгами человека, чтобы он совершал подобные поступки? И вообще, что с ним должно произойти с этим нормальным человеком, чтобы он так поступал? Амнезия. Что? Потери памяти, да? Точно. Подождите, доктор. А что, вот эта вот амнезия, она что, может, с человеком вот так запаса, с бухты и барахты, все же, и забыл все? Наталья Ивановна, конечно, молода. Ну? Ведь вряд ли. Вряд ли. Но это может быть следствие черепно-мозговой травмы. Наташу ударили по голове. Точно. Бедная девочка. Бедная девочка. Спасибо, доктор. Бедная девочка. Моя дочка, моя бедная девочка. Да, спасибо. Спасибо за информацию. Петр Ильич, можно? Хорошо, да. Я в три буду в управлении. Все, спасибо. Ну что, она там? Да. Вы ее видели? Да, видел. Так что поиски можно прекратить. Она живет с Артуром Романом. Погодите, в качестве кого? В качестве законной жены. Вы уверены? Абсолютно. Так что там надо написать что-нибудь в заявлении или еще что-нибудь? Да ну, можно и позже. Хорошо. Максим Леонидович, с вами все в порядке? Да, со мной все в порядке. До свидания. Как же мы долго ждали этого дня. Я думала, не дождось. Люблю тебя. Я тебя люблю. Так будет всегда. Обещаю, едем не подряд. К вам муж. Привет. Это к тебе, это тебе. А продать цветы не разрешают. Ну, как ты? Как малышка? Нормально. Уйди, пожалуйста. Уйди? Хорошо, хорошо. Как хочешь. Я не понимаю, что происходит. Это послеродовая депрессия. Такое случается у многих женщин. Она меня прогнала? В таком состоянии женщина может ненавидеть своего супруга. И не хочет его видеть. Да? Ну, что же мне делать? Дайте ей время. Это пройдет. Хорошо. Я понял. Доктор, я попрошу вас, присмотрите за ней. И за дочкой тоже. Не волнуйтесь, у нас все под контролем. Спасибо. Проснулась моя девочка. Как мы здесь оказались? На вас все время нападают беды, неприятные обстоятельства. Вы в тисках. Вы фактически банкрот. И я единственный настоящий сильный мужчина в вашей жизни. И вот я у ваших ног. Я мгновенно решу все ваши финансовые проблемы. Артур, можно я вам дам один совет? Вы найдите себе проститутку. И ваши интересы сто процентов совпадут. Я уничтожу тебя. Ты будешь моей или ищей? Я за малышкой, ее пора перепеленать. А перепеленайте здесь. Не волнуйтесь, я через три минуты ее вам принесу. Хорошо. Здравствуйте, мои девочки хорошие. Готовы принимать подарки и поздравления с днем рождения? Какой знакомый голос. А почему ты так на меня смотришь? Тебе плохо? Может, врача позвать? А нет, нет, все хорошо. Это голова просто немного рожится. Где малышка? Или ночь унесли. Понятно. Спасибо, что пришла. И за подарки спасибо. Ну, как я могла не прийти? Не каждый же день у меня племянница рождается. Что-то ты бледная. Может, все-таки врача позвать? Нет, нет, нет. Я посплю и все будет хорошо. Хорошо. Ну, тогда я пойду. Я зайду как-нибудь в другой раз. Спасибо за подарки. Надеюсь, вам понравится. Ну, все, пока. Пока. Вас ожидает работа в принципиально новых условиях. Скоро здесь появится ребенок. Итак, первое. Жесткий контроль за передвижениями хозяйки. Второе. Тщательная проверка людей, которые попадают на территорию виллы. Их будет много? Предостаточно. Врачи, медсестры, курьеры с доставкой, соседи с поздравлениями. Работы хватит. От вас требуется утроенное внимание. Инструктаж? Вопросы есть? Нет. Идите, работайте. Была у Наташи? Угу. Тебе не кажется, что твоя рукодельница не в духе? Да нет. Мысли родовая депрессия. Уверен? Абсолютно. С моей женой все в порядке. И запомни это раз и навсегда. Хорошо, хорошо. Я видела ее глаза. И если бы она меня узнала, смотрела бы по-другому. Наташа, это я. Я люблю тебя, Наташа. Я люблю тебя. Впереди руки. Впереди руки. А глаза-то у тебя, папина. Отличный агрегат. Надо будет себе такой купить. Плохо, без очков. Вижу. Что вы тут написали? Плечевой пояс одна минута в день? Вы это серьезно? Вполне. Через неделю уже две минуты. Да. Так я действительно быстро окрепну. А куда торопиться, Семен Кузьмич? Как у нас говорят. Тише едешь, дольше будешь. Угу. Дольше. Я понимаю. А вот прием лекарств не прекращать. Ежедневный контроль давления через неделю ко мне на кардиограмму. Хорошо. Кстати, что там с розыском Натальи Ивановны? Есть новости? Нет, пока нет. Надо позвонить Бондарчакам. Но мы с вами обо всем договорились. Да, конечно. Сидите, сидите, Семен Кузьмич. Я провожу. Сидите. Я сам. Если что, звоните. Хорошо. Счастливо. Договорились. Всего доброго. Спасибо. Алло. Дедушка, привет. Слушай, мама нашлась. Но кажется, что она не хочет нас видеть. Подожди, что значит не хочет видеть? Где она? Не важно. Главное, что с ней все в порядке. Она жива-здорова. Угу. Как только у меня будет возможность, я сразу приеду и все выясню. Да. Да, конечно, хорошо приезжайте. Я буду ждать. Наташа удивила. Добро пожаловать домой. Поздравляю вас с дочкой, Наталья Ивановна. Давай тебе помогу. Спасибо, мне не тяжело. Родная, ты должна больше отдыхать, тебе нужно восстанавливать силы, а ребеночек потребует многого. Ну, позволь, Грэти, помочь тебе. Ты должен понимать, что лучше матери никто не чувствует, что нужно ее ребенку. Тебе ведь важен комфорт, девочки. Это ведь и твой ребенок. Ну, конечно, милый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Как вы себя чувствуете? С вами все в порядке? Да, все хорошо. Нет причин умноваться. Холодно. Вам лучше вернуться в дом. Я сама погуляюсь, малышка. Я хочу погулять, свежим воздухом подышать. Вы лучше принесите мне мою шаль. Там в прихожей моя шаль. Я жду. Пожалуйста, никуда без меня не уходите. Конечно. Наша девочка, наша красавица в гости к нам пришла. Ну, дайте же мне, наконец. Ну, дайте мне, ребеночка. Это моя правнутичка. Да, моя что-то другое, что-то... Ой, 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 не надо плакать. Смотрите, как она на меня похожа. Ну, похожа, правда? По-моему, она вылитый Андрей. А Андрей на кого похож? Ну, на тебя, на тебя. Не нервничай. Катюш, можно я ее подержу? Конечно, да. Ну, давай, иди к Валентине, к Валентине. Девушка, а ты что-то, начал заниматься бодибилдингом? Да-да, бодибилдингом. Можно попробовать? Ну, конечно, садись. Только аккуратно, аккуратно. Не горячись. Ну-ка. Ну, смотрю, нагрузочка-то небольшая. Небольшая. Своему деду большие нагрузки противопоказанные. Ну, про внучку-то я могу, да, подержать? Конечно. Иди, моя хорошая, иди сюда. Давай покажи, а как мы летаем, как мы летаем, вот как мы летаем. Ой, не только не плачем. Хорошо. Катюша. Я думаю, куда ты убежала? Ну, Льтина Степановна, можно я эту фотографию себе оставлю? Да, конечно. Спи, моя хорошая. Спи, моя девочка. Эй, поднимай! Что ты делаешь? Эй, что ты делаешь? Простите, а вы его новый секретарь? Просто я вас никогда здесь не видела. Секретарь? Я так плохо выгляжу. А мне тебе жаль. Живешь, как зверь. Прячешься, маскируешься. Сколько смертей на твоей совести? Хотя, о какой совести, говорю? У тебя же ни души, ни сердца. Пустая оболочка. Со злобой и ненавистью внутри. Как же я тебя ненавижу. Тварь. Спасибо, сестричка. Пожалуйста, братья. Дорогая, тебе не холодно? Хочешь, я принесу плед? Нет, милый, спасибо. Мне не холодно. Приятного аппетита. Спасибо. Кто же эта женщина? Неужели Лариса? Нет. Нет, этого не может быть. Она же совсем не похожа. Мы тоже. Родная. Господи, Родная, ты испугалась. Там новые ворона привезли. Повыши, покрепче. Уронили. Идиоты. Что с тобой? Родная. Я так тебя люблю. Я вас. Я вас люблю. Слушай, ты не можешь ставить диагноз заочно. Это непрофессионально. Но проанализировать эту ситуацию я могу. Слушай, да я не верю, что у нее амнезия. Она там находится по собственной воле. И она счастлива с этим Артуром. Ну вот скажи, вот как ты можешь быть уверен в этом? А? Я с ней разговаривал. И как она к тебе обращалась? Никак. Осмотрела как? Осмотрела сквозь меня. Вот видишь, она любящего человека даже в прошлом. Так не смотрит. У нее явные проблемы. Слушай, она счастлива. Вот знаешь, после разговора с тобой хочется на пиццу. А вот это непрофессионально. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артур Игоревич сказал принести завтрак сюда. Да, я знаю, он заходил. Оставьте там. Приятного аппетита. Спасибо. Господи, за что мне все это? И как ты мой сын? Ку-ку. Смотрите, кто проснулся. Ой, кто проснулся? Моя девочка проснулась. Моя Наташенька. Моя красивая. Рита, ну перестань сюсюкать. Рита. Что? Ребенок должен слышать нормальную речь. А ты что? Ну что? А? Тебя же вырастила. Вон какой красавец сидит, да? Трюбку будешь брать? Будешь брать трубку? Не умеешь. Алло? Алло? Алло, вас не слышно? Говорите. Алло? Слушайте, молчат, а? Может, это Лариса? Точно, наверняка Лариса. Значит так, гадина. Ты только попробуй пробраться в этот дом. Мы тебя так встретим, что тебе мало не покажется. Рита, успокойся, Рита, дай трубку. Да что ты успокойся недавно? Значит, так, Катенька, родная, прячь ребенка. Я тебя прошу, а? Сядь, успокойся, успокойся. Слушайте, это... А может, Наташа, а? Ну, так чего она молчает? Лата, так ей просто стыдно. Вот она и не решается. Алло? Наташенька, родненькая, миленькая, ну, пожалуйста, ну, заговори, а? Алло, мы тебя поймем, все, простим, алло, только не молчи, а? Всех перебрала. Обо мне даже не вспомнила. Слушайте, по-моему, я схожу с ума. Мы тут думаем, что вам лучше успокоиться. Катенька, ну, сколько это будет продолжаться? Будешь? Ой. Ой, руки. Пора обедать. Не хочу. Ром, ну, поесть-то надо. Да отстань ты ради бога. Ну, за что ж ты на меня злишься-то так, а? Да ну вас всех. Да ну вас всех. Это кого это всех? Всех. И тебя, и Риту тоже. А, так? Да. Ну, так и сиди голодный. Как баба, ей-богу. Сам придумал, сам обиделся. Еще и на диету сел. Ну, мужик, пошел. Прям. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Наталья Ивановна, давайте я вам помогу. Спасибо, не надо. А куда вы собрались? Я собралась сходить в магазин, кое-что купить. Никак нельзя без сопровождения. Я не маленькая девочка, не потеряюсь. Наталья Ивановна, куда же вы без меня ушли? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо.